Это моё любимое, когда они вот так идут цепочкой. Птички мои. Сейчас иду и вспоминаю такой случай, что я говорю, что я не пасу их. Ну и в общем меня тут сосед в деревне тоже держал. Убрал он года два назад, тоже держал овечек. Ну в общем как-то мы едем с мужем в город. Смотрю, он них тоже не пас, выпускал, они себе шли и обратно приходили в итоге. Ну и мы едем. Я говорю, о смотри пап, где удивительные овечки пасутся. Они перешли через дорогу и пасут зерно в общем. Я звоню, говорю, дядя Вить, здрасте, здрасте. Вы наверное не дома. Он говорит, а что хотела? Я говорю, да я в принципе ничего. Я говорю, просто смотрю, а ваши овечки то зерно кушают через дорогу. Говорю, мне как бы все равно. Я говорю, но знаю ваших людей здесь, на вас так настучат. А еще второй вариант допускаю. Я говорю, они наедятся зерна и подохнут. Ой, да Инн, спасибо, я сейчас быстро прилечу домой. Спасибо, что ты мне позвонила и сказала. Вот такие вот тоже случаи бывают в жизни. Вот так вот. Никто даже не щипет, видите, вот. Зерно давно не даю, потому что они траву уже не едят. Не то, что еще зерно. Какое зерно? Они уже в шкуру не влазят. Утром вообще час выгоняла, чтобы понимать. А куда ты идешь? Нам налево вообще-то. Все равно не будут кушать. Сейчас пойдут и все. Вот видите, какой дождик у нас был хороший. Вот. Даже лужи есть. Так, с лужи пить нельзя. Все, пошли.